Так, теперь дальше, что я хотел еще вам рассказать. А теперь шрифты. Смотрите, давайте сделаем, видите, вот тут как бы мелкий пункт меню. По факту это тоже меню, да? И давайте сделаем вот этот первый пункт меню более таким большим, то есть шрифт больше сделаем. Перекрасим его там в синий цвет и применим как бы другой фон. Давайте сохраним изменения и выйдем из этой панельки. Так, дальше выйдем из этой панельки. Значит вышли. Теперь нам нужно получить доступ вот сюда. Теперь нам нужно получить доступ от этого пункта меню. Наводим на него кнопкой мыши правой. Наводим на него корсором мыши, кликаем правой кнопкой мыши, выбираем посмотреть код элемента. Да, смотрим. Спан. Как в том, помните, как в том в этом пункте меню? Тоже спан, тоже иконка. Структура одинаковая. Но нам нужен текли. Да? Вот он меню. Итем 245. Это его идентификатор. Но если мы к нему напрямую обратимся, помните, да? Из практики вот этого изменения названия. Другого пункта меню. То ничего не изменится. Ведь нам нужно обратиться именно к названию. Именно к контенту пункта меню. Поэтому будем обращаться как к меню item245 и к вложенному тегу A. Давайте закроем панель. Переходим в панель настроить. Тут выбираем дополнительные стили. Смещаем на одну строчку вниз для написания нового свойства. Давайте через идентификатор обращаемся. Меню. Item. 245. Обращаемся к вложенному тегу A. Для увеличения шрифта давайте используем стиль font-size. Font-size. И вообще советую использовать значения размеров в процентах. Это нужно для корректного отображения на всех размерах экрана. Об этом будем разговаривать в следующем уроке. Смотрите. Font-size 100%. Видите? Увеличился. Сразу же моментально. А теперь по поводу шрифтов. Значит, есть такой сервис. То есть, сначала, во-первых, шрифты стандартные. Вердана, там с нью Роман, Ариэл. Ну, вы знаете. Думаю, не проблема об этом узнать. Но есть. Очень классно иногда использовать шрифты какие-то необычные. Но прям креативные шрифты нельзя использовать. Потому что они могут у вас не заработать. И у вас, если вы неправильно пропишете все стили, то у вас иероглифы выйдут вообще клиенту. Или информация не отобразится. Это недопустимо. Поэтому нужно использовать шрифты от Google. Если вы прям хотите покреативить. Есть сервис такой Google Font. Ссылка на него будет у вас под видео. Я сейчас перехожу на этот сервис. Вот он. Вот они, шрифты. Вот они, шрифты все эти. Хочу вам сразу сказать, что шрифты для латиницы не подходят для шрифтов на кириллице. То есть, здесь в категориях, по-моему... Так, нет. Сейчас помню, где это ла... А в языке вам нужно выбрать его, кириллицу. Вот они, это шрифты, да? Давайте возьмем вот шрифт, да, допустим. Тут вот настройки делаете. Там жирность, размерность. Ну, вот это все делаете. Выбираете, да? И для добавления кликаете по плюсику. Так, видите, добавился шрифт. Открываем, кликаем на него. Тут, смотрите, вам две ссылки. Первая ссылка, вот эта верхняя. Так, давайте для начала мы по-другому сейчас сделаем. Вот он нам стиль шрифта, да? Копируем стиль шрифта. И переходим вот сюда, в первую вкладку, где открыта панель настроить. И добавляем стиль для шрифта. Вот прям после точки запятой размера вставляем шрифт, который скопировали. Ctrl-V жмем для вставки. Видите, шрифт поменялся. Так что теперь уже нет необходимости добавлять стили на сайт. Раньше это было необходимо в файл header, то есть в шапку сайта добавлять подключение стилей. Сейчас это работает все на автомате. Поэтому стало все намного проще. Видите, ну давайте еще больше шрифт сделаем под 120%. Видите, какой шрифт. По-другому он как бы рубленный стал. Вот так и происходит работа со шрифтами. Вы находите нужный шрифт на Google Phone. Генерируете его. Копируете вот этот нижний, нижняя стилизацию, да, CSS вот написано. Переходите на вкладку настроить и вставляете там, где нужно его. Вот сюда. Кстати, сарифт это такая штука, о которой я вам рассказывал, что если этот шрифт не сработает, то подключатся стандартные шрифты. В случае чего не будут отображаться иероклифы, сразу отобразятся стандартные шрифты. Но это лучше, чем вообще не отобразить информацию. Так, дальше давайте, значит, покажу работу с подвалом. Вот. Спускаемся вниз. Видите? Давайте стилизуем вот эту стороне контакты там в красный цвет. Пополучаем код. Сейчас нам код выйдет, да. Вот он. Спускаемся вниз, потому что, видите, слетело чуть вверх. Нам вот контакты, да, нужно было. Значит, слово контакты, это обрамлен в H3, как бы. Он обрамлен в тег H3, у которого есть класс Widget Title. Но я так подозреваю, что Widget Title есть и вот здесь Widget Title будет, и вот здесь будет сейчас наверху Widget Title в заголовках. Все это Widget Title. Если мы поменяем цвет, ну давайте просто для профилактики, да, обращаемся к классу Widget Title, я просто вижу, что какой-то класс общий, который явно использовали везде. Color Red. Везде, видите, поменялся. Не для контакта, а везде. За точку депутой, да. А, вот видите, вот здесь он, вот здесь он поменялся. Это плохо. Что нам нужно сделать? Нам нужно в этом проследить наследование этого блока, вот этого виджета, да, контакты, которые находятся в подвалах сайта, и понять, найти тот такой ключ, индивидуальный, идентификатор, который будет. Который позволит нам более точно обратиться вот к этому заголовку контакта. Давайте проследим наверх. Выше что у нас идет? Span, да, что такое? Span, это, а, это блок, вот он, давайте чуть выше. Чуть выше поднимаемся, у нас есть, есть aside. Aside это, короче говоря, тег, который вообще используется для оформления сайдбара. Короче говоря, вот этого aside, есть id, виджет, текст 4, но он не очень хорош для обращения, он такой. А вот он, видите, айдишник есть, текст 4. Вот этот, в этот состав этого aside, блока, как бы, ну, обратите, так относитесь к нему, как будто это div, да. Есть идентификатор текст 4, мы можем обратиться к этому идентификатору текст-4 и обратиться к спану, к спану, да. И вот тут, ну, у меня тут сомнения на самом деле есть, потому что вроде бы как, аж 3 вложен спан, но он тут заканчивается. У меня такое ощущение, что аж 3, он все-таки соседний к спану. Давайте так и сделаем, то есть мы обращаемся, да, так, убираем виджет title, через идентификатор обращаемся, текст-4, да, обращаемся. Попробуем, давайте сразу обратиться через тег h3, да. О, видите, у нас получилось, мы обратились, то есть мы обратились к этому блоку, в котором все это дело входит, и пока забратились к вложенному в селектору h3 контакта, да. Могли, конечно, вот так вот сделать спан, который входит в него, и через соседство к h3, то же самое, видите. Поэтому, а ну-ка, ну, давайте h3 добавим, вот так вот. Теперь я хотел бы вам показать еще очень крутую и важную вещь на самом-то деле. Так, шрифты я показал, теперь давайте я вам покажу кое-что из карточки товаров. Заходим в любой товар, ну, вот он, джинсы, джинсы, давайте вот джинсы мустанг выберем, да. Тут вот, вот она, вот она, вот эти штуки, вот это вот, всякие цена, да, в корзину, артикулы. Давайте начнем с в наличии, да, посмотреть код, смотрим код, что мы тут видим. Обрамлен в класс сток, инсток, да, да. То есть, чтобы окрасить, то есть, вам нужно, ну, давайте сразу, наверное, в панель настроить, да, перейдем, чтобы я вам все показал. Дополнительные стили, давайте переходим, да, что тут. Вот, сейчас она откроется, вот, вот у нас этот блок, да, переспускаемся вниз, да, сток, да, класс, вывода, остатка, да, и color, red, да, и усилитель импорта. Что, перекрасили, видите, мы перекрасили это. Теперь артикул нам, ну, допустим, мы хотим сделать вот этот, само перечисление артикулов синим цветом, да, посмотреть код элемента, делаем вот эти, мы 0,0,1, вот эти артикулы, да, вот он, класс, у него school. Кстати, давайте сейчас сделаем, я вам покажу, как нескольким элементам применить одни и те же теги. Вот, смотрите, у сток мы сделали класс, красный цвет, да, давайте school, вот это вот тоже, перечисление артикулов, сделаем тоже красный цвет. Для обращения к нескольким селекторам мы их перечисляем через запятую, ставим запятую, точка, school также по классу, перекрасилась, да. Теперь давайте посмотрим на вот слово артикул, да, оно school wrapper, да, короче, обозначено, все это входит в дифф продукт-метто. Видите, тут уже и метки входят, все сюда входит. Обратимся к school wrapper и сделаем его жирным. School, нижнее подчеркивание, wrapper. Давайте font-waist, bold, то есть жирный, да. Оп, видите, все, все изменилось. Так, так, так. Ну и так же, тут похоже делается дальше. Категории, посмотреть код элемента. Тут категории, про posted in, то есть posted in, это, короче, span, text span, который содержит в себе название категории, перечисление категории. Получается такая штука, то этот posted in содержит в себе ссылки A, которые перечисляют категории. А доступа, скорее всего, к слову категории не будет, потому что он внутри как отдельным текстом указан. А ну-ка скроем и откроем, да. Ну и тут можно так сделать, я считаю. Смотрите, если вам нужно сделать категорию слова жирным, мы должны, давайте через запятую, также укажем posted in. Жирным, видите, слово выровнялось. Видите, он, получается, в posted in, он содержит. Для того, чтобы сделать его жирным, нам нужно просто обратиться к этому span. И, несмотря на то, что span содержит в себе тег A, он не окрасится, он не станет жирным, да. Для того, чтобы он стал жирным, надо обратиться в posted in и затем уже к тегу A обратиться, тогда станет все жирным. Ну, в принципе, кстати говоря, я вам хотел еще одну такую штуку показать. Это уже связано с самой панелью консоли. Смотрите, допустим, смотрим мы, да, заголовок, код его, да. Посмотрите, код элемента, вот, да. Тут есть вот такие маркеры, но я, по-моему, рассказывал уже вам. Вы можете открывать, закрывать их и смотреть, что оно нужно для упрощения просмотра, чтобы посмотреть, что куда ходит, просмотреть иерархию. И удобно листать, да. Вот вы можете уменьшать эту область, увеличивать, да. Ну, вот, если вы уменьшаете, то тут, даже дальше внизу, как бы, описаны те стили, которые используются в шаблоне уже для вашего элемента. Вот они, вот они, вот они, вот они. Видите? И вот их можно смотреть, как обращение идет, да. Ну, вот это очень важно. Также не забывайте всегда после изменения сохранять, после внесения изменений сохранять эти изменения, да, чтобы они применились. Не забывайте про усиление стилей через классы импортант. И вам нужно научиться ловить элементы. Ловить через вложенность, через соседство. Смотреть, где идентификаторы, где классы, где различать, где общие классы, которые применимы для многих элементов, а не только для... Не только для определенных, да, элементов. Кстати говоря, я вам хотел еще одну штуку показать. Так, информация для клиентов. Переходим, там должны быть записи. Видите? Переходим в запись. Я хочу очень полезную штуку. Видите? Некрасиво записи изображения. Для скрытия изображения права кнопка мыши. Посмотреть код элемента, да. Спускаем панельку, потому что вот она, вот. Фигур класс. Пост, фьючер, имидж. Пост. Это полный пост. Это вот к ней надо обращаться для скрытия этой картинки. Вот к этому классу. Также я вам забыл одну очень важную штуку показать, которая вообще везде всегда применяется. В личный кабинет переходим. Вот это, видите, ерунда. Ее надо скрывать. То есть, ну, она шаблонная, она не нужна. Выделяете, да. Смотрите. WooCommerce My Account наверх. Вот. WooCommerce My Account Navigation. К этому классу обращайтесь. И Display None вызывайте. Стиль, и тогда вот эта таблица скроется. Будет она шикарно. Добро пожаловать. Вот это все. Просто эти адреса, детали учетной записи. Но функциональности она, на самом деле, никакой не несет. Ее даже не нужно использовать. Поэтому всегда возьмите это к себе на вооружение. Ну, а по самым распространенным стилям это все. На следующем заключительном уроке я вас научу, как работать с адаптивностью. То есть, существуют различные адаптивные, различные разрешения экранов мобильных, для мобильных устройств, для планшетов, для ноутбуков, для больших мониторов. И вот дело в том, что, ну, это вообще, в принципе, тема для другого урока. Но просто дело в том, что по факту, да, шаблоны WordPress идеально оптимизированы под мобильные устройства. Но бывает такое, что, допустим, нам не нужно что-то отображать на мобильном устройстве, а нужно отображать на больших, да, и в мониторах. И стоит задача всегда на определенных разрешениях экрана скрыть какие-либо другие элементы. И в этом случае нам, ну, причем так скрыть, чтобы на основном на больших мониторах это все осталось. И в этом случае нужно через медиавыражение, но об этом я расскажу в следующий раз, применять стили к определенным разрешениям. И это вам позволит действительно, можно сказать так, мобильно, программно менять все эти дела, да, все стили. Но, кстати, сегодня будет такое, да, вот, достаточно свободное домашнее задание. Не надо никуда ничего отправлять, просто возьмите и потренируйтесь на сайте. Либо на этом сайте половить элементы, но лучше вам, я уверен, у вас есть какой-то сайт свой, попробуйте половить элементы и поприменять к ним стили. Если что-то не будет получаться, тогда пишите, ну, и я думаю, все будет отлично. Все, до встречи на следующем уроке.